С самого раннего утра жители аула Либердуковский, близлежащих сел, а также делегации из разных городов, районов Карачаева, Черкесии начали собираться в подножье памятника жертвам русско-кавказской войны, где состоялся траурный митинг. Объединенные общей скорбью собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу. Милостью Всевышнего за погибших в войне просили и те, кто в этот день собрался на траурный митинг в Драматическом театре Черкеска. Муфти Карачаева Черкесии Исмаил Хаджибердеев провел обряд дуа. Кавказ всегда привлекал завоевателей своей красотой и уникальностью. Было немало тех, кто пытался покорить горцев. Сегодня, склоняя голову перед памятью жертв Кавказской войны, мы отдаем должное адыгскому народу, который, вопреки тяжелым испытаниям, выпавшим на его долю, сохранил свою историческую родину, самобытность и культуру. Мы осознаем, что невозможно историю повернуть спать, перекроить сегодня границы, вернуть всех наших соотечественников на историческую родину, но мы обязаны использовать все современные коммуникации для этого. Первое. Духовно-этническое обвинение наших народов, независимо от страны проживания. Добиться права беспрепятственного возвращения тех, кто желает вернуться на историческую родину. Сохранить свой язык, пропагандировать изучение родного языка во всех странах компактного проживания наших соотечественников. Обучать детей кавказскому этикету. Построить памятник жертвам Кавказской войны в городе Черкесске и многое другое. Русско-Кавказская война поставила под угрозу само существование адыгского народа. Вооруженные арбалетами и прадедовскими ружьями адыги шли на бой против одной из самых мощных армий в мире, предпочитая смерть позорному примирению. Черкесы были поделены русскими на покорных и непокорных. Карательные отряды нападали на аулы непокорных, превращая их в руины. Вешали и заживо сжигали их жителей. В повестях тех времен говорится, в реках не вода текла, а человеческая кровь. Сегодня мы скорбим и разделяем горе адыгского, абазинского, нагайского и других горских народов, понесших в годы Кавказской войны неисчастливые потери, познавших страдания и горячу прад. Живущие ныне поколения могут лишь извлекать уроки из прошлого, Сотнями сжигали аулы, не щадили ни стариков, ни детей. Повсюду продолжались кровопролитные сражения. Вытесняемые шаг за шагом, испытывая лишение голод, адыги вынуждены были отступать все дальше и дальше, с гор на Черноморское побережье. К середине 1862 года предгорье оказалось очищенным от горцев. В те времена Турция решила укрепить свои позиции за счет адыгов, которым ничего не оставалось, как уехать на чужбину. Черкесы садились на турецкие корабли, но выезжавших было так много, что некоторые из них тонули, не добравшись до берега. Сегодня адыги говорят, по трупам умерших черкесов можно было пешком по морю дойти до Турции. Адыгский, черкесский народ ныне нуждается в одном – в признании несправедливо совершенных деяний, закрепление за ним статуса народа-изгнанника, восстановление его естественного права на общение с исторической родиной, на возвращение тех, кто имеет желание вернуться домой к родственникам, жить и умереть в родных краях. Мне кажется, что это естественное желание любого народа, пострадавшего по той или иной причине. Ровно в 12 часов дня траурный митинг замер. По традиции, во всех городах и странах мира, где проживают адыги, жертв русско-кавказской войны поминают минуты молчания. Сегодня в разных странах мира проживает, по некоторым данным, от трех до семи миллионов наших соплеменников. Большая часть обосновалась Турцией, Сирией и Орданией. В общей сложности многочисленные черкесские диаспоры есть в 40 странах мира. Военные действия, которые сегодня проходят в Сирии, всполыхнули всю черкесскую общественность на их исторической родине. Вячеслав Дерев, выступая на митинге, отметил необходимость содействия возвращения черкесов, проживающих сегодня в Сирии, на землю предков, поблагодарив главу республики за понимание этой проблемы. Поездка в Сирию показала, что федеральный центр начал рассматривать этот вопрос и помогать нам в его решении. Уже начали приезжать первые переселенцы. Мне очень нравится китайская поговорка, что чтобы пройти 10 тысяч шагов, надо сделать первый шаг. Первый шаг мы уже сделали. И поэтому мне хочется верить судьбе, молиться Богу, чтобы эта проблема на ближайшее время была до конца разрешена. Каждый народ, если он не кочевник, должен иметь на земле свой уголок, свою родину, где он вырос корнями, где создавал свою культуру и язык, сформировал свой этнос, где покоятся его предки и где светит солнце самое ласковое и в ручьях вода самая вкусная. Для тех, кого словно птенцов из родного гнезда разбросало по всему миру самое дорогое слово – хак, родина. Матима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.